Пегасо с братом привезли к конюшне, его бабулька В детстве щенком еще замуровали в подвале, они его четыре дня не могли достать оттуда, пока договорились, что здесь неправы, чтобы злость подвала открыть туда-сюда В общем у Пегаса немного психика такая нарушенная Шарик жил на стоянке, его сбил машину, стал не нужен трех лапой, но у нас еще стушено давно, наверное, года четыре уже у нас Адора родила щенка в песочнице, вызвали отбор, хотели ее не знаю куда деть, и Ольга ее лосок выкупила за деньги Щенки погибли от интернета, собака выжила, но они прям совсем были крошечные Приют для бездомных собак Зов предков, это, наверное, одно из лучших подобных заведений в России Здесь, в 20 километрах от Москвы, на пустыре у леса живут около 180 собак У всех зверей, которые сюда попали, очень разная судьба Но во всех этих разных историях есть одна общая деталь Всех этих собак просто спасли Спасли люди, которые не могли пройти мимо Около 200 собак сейчас, 180, да, взяли же еще один вольер там Ну, в общем, они так и 180 где-то Вот на 180 собак идет в день 50-килограммовый мешок гречки А мясо, мясо, наверное, ну, тоже приблизительно, 12 йодер они варят Варится каша, варится мясо, варится бульон Все это перемешивается, приготовляется очень вкусная еда, аппетитная Мы разносим ее по вольерам То есть собака, после того, как она погуляла, час или 40 минут Она получает в миску такой вкусной еды И так от вольера к вольеру на протяжении всего дня Выглы происходят и днем, и ночью, потому что собаки хотят двигаться и гулять Потом старенькие собачки, собачки какие-то, которые болеют Или таких, которых жалко Они получают еще вкусняшку, косточку, какую-то там вкусную баночку Кусок сыра, ну, чего есть Если есть, возможно, мы всем раздаем Вот, ну, и зорка территория Нет, круто, это на самом деле не замечательно У меня подружка в другом, которая работает на все время, говорит Хорошо, что много накакнут, значит, хорошо кушают Там начинают, вот там территория, говорят, прекрасно, все сыты Все накакали, все хорошо Алло? Да, а На форуме часто спрашивают, что нужно, чтобы создать и содержать приют для бездомных животных Наверное, самое главное, это полностью изменить свою жизнь Трудно представить, как ее надо изменить, чтобы создать хорошие условия такому количеству животных Такие люди уже не делят животных на своих и чужих, на кошек и собак Все, кому нужна помощь, это их клиенты А тех, кому надо помочь, не сотни, а тысячи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok